Ребят, всем привет от рабочей молодежи! В сегодняшнем видео расскажу, как делаю небольшой складной столик в мастерскую своими руками. Если эта тема интересна, то усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Погнали! Столик в мастерской я буду делать из тех досок, которые изготовил самостоятельно. Как это было, показывал в предыдущем видеоролике. Если интересно, прикреплю ссылку в описании. Тогда мы добились неплохой геометрии материала, но для склеивания в щит этого недостаточно. Да и вообще, если смотреть тематические видео, как мастерят мебельные щиты, то почему-то все прогоняют заготовки через рейсмус. Конечно, это правильно и так должно быть, но что делать, если этого самого рейсмуса нет? Собственно, это видео и будет небольшим ответом. В моем расположении есть стационарная циркулярка, при помощи которой я и стараюсь выровнять торцы. Для этого одну заготовку необходимо прогнать достаточно большое количество раз, но на выходе мы получаем неплохой результат. Толщина столешницы 40 мм для моего небольшого столика многовато, поэтому распустил вдоль и получил доску 18 мм. Далее подготавливаем трубные струбцины, промазываем торцы клеем и стягиваем между собой. Опять же, за кадром пробовал сделать эту операцию при помощи стяжного ремня, но из-за небольшой толщины материала на щите получалась волна. А вообще, это мое первое применение трубных струбцин и они действительно очень удобные. Оставляем щит сохнуть, а сами из горбыля выбираем подходящую нам заготовку. С небольшим запасом по длине отрезаем и снимаем кору. Грубые работы делаю при помощи топорика, остатки аккуратно счищаю стамеской. На эксцентриковую шлифмашинку ставлю 40 круг для грубой очистки и со всех сторон тщательно шлифую. В будущем это будет ножка, поэтому решил ее искусственно не выпрямлять и оставил природные формы. Думаю, так смотрится лучше. Все это дело лежало несколько дней в мастерской. Ну что, ребята, прошло пару дней и щит, по-моему, склеился неплохо. Сейчас нам необходимо все это дело тщательно обработать. Был бы рейсмус, заняло бы это не более пяти минут. Но так как ни его, ни фрезера нет, будем импровизировать при помощи рубанка и шлифмашинки. Вообще идеально не получится, но для наших нужд будет сносно. К слову, у меня уже есть небольшой опыт выравнивания плоскости рубанком и шлифмашинкой. Так делал при изготовлении деревянного стола на веранду и журнального в дом. Сначала выставляю глубину строгания 1 мм и по диагонали прохожусь в одну сторону и в другую. Затем постепенно уменьшаю глубину и повторяю операцию. По итогу мы избавляемся от ступенек между досками, но на заготовке остаются небольшие полосы, которые впоследствии убираются шлифмашинкой. На мой взгляд, при такой технологии небольшие щиты можно выравнивать очень неплохо. Далее нам необходимо отторцевать заготовку. Для этого при помощи угольника черчу линию реза, а также отмечаю ориентир для установки импровизированной шины в виде рейки. В моем случае расстояние от начала подошвы до диска составляет 30 мм. Делаю точки на щите, при помощи струбцин закрепляю рейку и отрезаю дисковой пилой. Затем мне необходимо определиться с длиной будущей столешницы. Для этого замеряю по месту, делаю разметку на щите, при помощи линейки черчу контур, ну а лобзиком вырезаю. Решил убрать углы, так как считаю, что будет гораздо удобней. Наша заготовка уже похожа на конечный результат, но это еще не все. От струбцин по краям остались небольшие дефекты, которые убираю на циркулярной пиле. Далее закругляю углы, меняю круг на сотый, шлифую, затем меняю на 150 и повторяю операцию. Те же самые действия совершаю и с упором. Ну что, основные части нашего будущего раскладного стола готовы. Единственное, что не стал отпиливать ножку в размер, лучше сделаю это по месту. На мой взгляд, столешница получилась хорошо, с учетом технологии изготовления. Ну а сейчас занимаюсь тем, что придумываю, как все это дело закрепить максимально удобно, полезно и чтобы ничего не мешалось. Поехали! Прикидываю высоту крепления столешницы. Так как в необходимом месте в стене нет несущих стоек, то подготавливаю и креплю опорную рейку. Затем монтирую пару навесов на саму столешницу, прикладываю, отмечаю места, просверливаю и устанавливаю. Чтобы стол в сложенном состоянии фиксировался к стене и не мешал, использую обычную небольшую щеколку. У ножки края отпиливаю под углом в 15 градусов и соединяю со столешницей при помощи навеса. Столкнулся с небольшим нюансом, который не просчитал заранее. В разложенном состоянии ножка была подвижной и не фиксировалась. В голове было несколько решений этой задачи, такие как закрепить ножку к столешнице тросиком на определенном расстоянии, с нижней стороны набить нескользящий материал, ну и самое простое это сделать упор. Пока что решил ограничиться упором. Впоследствии посмотрим, подумаем. От бывшей ветки отпилил небольшой кусочек, сделал отверстие по центру и прикрутил к полу в необходимом месте. Далее столик пропылесосил и покрыл маслом. Ну что, ребята, вот такой вот небольшой складной столик у меня получился. Конечно, он не идеален и в материале есть небольшие трещинки, но в качестве рабочей зоны что-то пописать, нарисовать, либо зоной отдыха поставить кружку чая, этого вполне достаточно. Как вы могли заметить, сделанное недавно кресло понравилось не только мне, но и вот этой вот рыжей красавице. Ну а если это видео было вам полезным, либо просто понравилось, то лучшая благодарность для меня это будет палец вверх, ну и, конечно же, ваша подписка. И, как обычно, мы с вами не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok